Примеры безалаберного отношения коммунальщиков к своим обязанностям прямо сейчас в эфире дежурной по городу. Здравствуйте. Улица Чернореченская, 9. Стояки отопления в квартирах на первом этаже горячими не назовешь. В те годы у нас были, вот мы здесь вот 9-й год, мы приехали в 7-м году сюда. Отменно было, я ходил в одной маяке, а сейчас я это вот не снимаю никогда еще. Вон, маленько, видите. Иначе посидишь минут 5-10, все вот уже вообще. Отваливается все. Я говорю, приходили, когда кто-то, самый первый начал, тысячи я вызывал. Сказали, говорит, главный инженер, что он как-то приходил, ты еще и слесарь приходил. Они пришли, пошупали. Я говорю, это не наша вина, это виноват котельни, давления не хватает. Я говорю, как же давления не хватает, когда сверху стояки-то идут, я говорю, чего, пленки и все-таки. А у нас, я говорю, воздух забит ее, понимаете. Да нет, это не наша вина, котельни давить, поем, и все, они ничего не стали делать. Потом я вызвал, аварийку вызвал. Аварийка приехала, правда, немножко, я тоже выходил все. И потом еще раз приходили. Это аварийка, вернее, приехал, мы ее спускали немножко. Вот она немножко сверху, немножко стала греть. А то вообще был холодный. Стояки-то они мне кажется почти одинаковые. Ну, какая там, наверное, ну, градуса, да, 40, может быть, 30, может быть. Попрадка там вообще, градуса 15-20, может быть, от силы, и то, мне кажется, нету даже. Это сверху только идет, а у нас вообще нет. У нас только вон на кухне, и то, там, говорит, наверху, это сосед, написано сверху. Он, говорит, я поставил, говорит, кран Маевскую поставил, вот этим, эту. Он, говорит, я частенько спускаю, вот там заработал, вот там наработок-то с батареи-то вышло. Оно работает, вот, хоть до дна греется на тепло. Хоть тепло хоть немножечко, а тут воздух набитый. Ветем году у нас же меняли, трубы меняли. У нас было, 120 было где-то, 125, а сейчас на 250 они заменили. 125 было, я в одной мае ходил, всю зиму я никогда не одевал рубашку. А в эту зиму, как они труп-то сделали, а все, что это у нас какие, придут, подачи обратка открыли и повернутся. Они никогда не проверяют даже, вот, чем дело. Улица Дзержинского, 13, второй корпус. Оба лифта в девятиэтажке не работают уже несколько месяцев. 1 сентября у нас сменилась управляющая компания. Теперь нас обслуживает жилсервис. И у нас теперь коммунальный беспредел. Заключается он в том, что на протяжении трех месяцев, двух с половиной месяцев у нас не работает лифт. Оба лифта с одной секции, со второй секции. Постоянные звонки не дают абсолютно никакого результата. Писали письма в жилищную комиссию, звонили депутатам. Бесполезно. Что нам делать, мы не знаем. Я живу на седьмом этаже, у меня ребенок 9-килограммовый. Я ее постоянно, каждый день ношу в поликлинику на процедуры. Скажу больше. У нас на девятом этаже есть женщина. У нее ребенок инвалид. Как ей быть? Она его на себе носит. Продают уже не один день. Это так долго. Это не то, что неделю, два с половиной месяца походить на восьмой этаж. Это очень тяжело. Также у нас есть на девятом этаже мамочка с двумя детьми. Как нам быть? Про пенсионеров я уже молчу. Вызвать, дозвониться мы никак не можем. Что нам делать, мы не знаем. Объясняют они это тем, что в конце сентября месяца якобы украли моторы. В первый день у нас выломали дверь, во второй день сняли эти моторы. Одним они говорят, что вроде как накопим деньги, сделаем. Вторым они говорят, что мы уже купили необходимую запчасть. А третьим они говорят, что вы подходите к ремонту по лифтам. Давайте подождем. Они ссылаются на то, что у нас не работает входная дверь с домофоном. Есть люди, которые не ставят себе домофон. А есть люди, которые... Они говорят, сделайте дверь входную с домофоном, чтобы была закрыта, постоянная. А не открыта. Чтобы у вас вновь этот двигатель не украли. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.